Всем привет, это Сения и я рада приветствовать вас на своем YouTube канале. Определившись с местом своего отдыха на море, обязательно нужно подумать, какие достопримечательности вы сможете посетить, чтобы разнообразить свой отдых. Поэтому я составила для вас свой топ достопримечательностей прекрасного края двух морей, Таманского полуострова, который вы сможете посетить во время вашего отпуска. Сохраните это видео, чтобы правильно распланировать свой отдых на море. Таманский полуостров Таманский полуостров это уникальное место в Краснодарском крае. Его достоинством являются сразу два моря. Ни один район края не может похвастаться выходом сразу и к Черному и Казовскому морям. Бескрайние поля виноградников способствовали развитию виноделия. Практически в каждом населенном пункте, где бы вы ни отдыхали, есть свой винзавод. Винный туризм это фишка нашего района. А грязевой вулканизм это уникальное явление и то, что заставляет удивляться. Ведь практически каждая возвышенность, которую вы видите, это вулкан, спящий или действующий. Август это наиболее удачное время для путешествия, поскольку на полях уже созревает бахча, вкусные арбузы и дыни. В районе сразу несколько центров, где выращивают фруктовые деревья. А это значит, что вы можете купить самые свежие и самые сладкие персики, абрикосы или черешню. Тамань это казачий край, где помнят обычаи и традиции предков. Именно здесь соединяются Крымским мостом два берега – Керченский и Таманский. Перед просмотром видео не забудьте поставить лайк этому видео и написать, а какие места вы лично советуете посетить на Тамане. Соленое грязевое озеро у Веселовки – это невероятной красоты место на берегу Черного моря, которое обязательно нужно посетить во время отдыха. Здесь вы увидите неземные пейзажи, потрогаете руками голую соль, сможете помазаться лечебно-черной грязью, а затем искупнуться в чистейшем море. Дельфины в этом месте – не редкость. Здесь же, недалеко от озера, есть знаменитая Бугасская коса с длинными песочными пляжами. Здесь можно научиться серфить. Ахтанизовский лиман становится местом протяжения туристов во время цветения лотосов. Долина лотосов в этот период просто благоухает, и такое место находится в поселке Стрелка. Катание на скоростном катере по рукавам казачьего ерика оставит невероятное впечатление, а лотосы покорят вас своей красотой и изяществом. Вы наверняка не раз слышали такую фразу, что на Тамане три моря – черное, азовское и море вина. Винный гастротуризм – это еще одна популярная туристическая отрасль Тамани. Узнать, как делаются вина, как вызревают разные сорта винограда и продегустировать их помогут винные туры. Посетить винную экскурсию можно в станице Тамань, Сеном или Голубицкой. Самыми знаменитыми марками района считаются Фанагорея, Шато Тамань, Кубань-Вино и Южная винная компания. Почувствовать себя птицей, воспарив над Азовским морем, позволит парапланерный туризм на Голубицкой Стрелке. Открывающийся красивый вид на берег Азовского моря является визитной карточкой Тамани. Чувство невесомости позволит ощутить купание в жерле настоящего вулкана, только грязевого. Грязевые сопки на местном диалекте – блеваки. Это не только весело и интересно, но и полезно для организма. Отдых грязи на полуострове уже популярен очень много лет, а само грязелечение применяется во многих санаториях. Еще казаки знали о полезных свойствах грязи. Они-то и дали такое название вулканам, потому что грязь под махором уплескивалась из жерла. Самыми доступными для туристов являются вулканы Гефес в Темрюке, Тиздар за Родину, Блеваки в Кучугурах и Ахтанизовской. Вы можете посмотреть мои отдельные видео на канале об этих вулканах. Все полезные ссылки будут в описании к видео. Переходите. Познакомиться с бытыми традициями казаков поможет воссозданная станица Атамань. Лучше всего ее посещать во время праздников, таких как День борща или День сала. Казаки да казачки ознакомят вас с бытом казачества, вернут в прошлое многовековой истории Атамани. Комплекс в настоящую величину воссоздают казачью станицу. Здесь вы можете прогуляться по улицам с домиками, где жили атаман, гончар, сапожник. Прогулка по улицам позволит окунуться в те времена, и уж голодным вы здесь не останетесь. Вкусно накормят и напоют. Возьмем бутерброд, сало. Нет, да. Мы даже не ожидали. Первый раз, когда здесь мы были, мы были на празднике борща. Нас тоже угостили борщом. Класс. Но сегодня мы даже не ожидали. Нам сказали, девочки, проходите, покушайте. Это все бесплатно. Ныне знаменитой достопримечательностью является Таманская Швейцария. Красоту места по достоинству оценят любители спокойного отдыха и ценители первозданных красот природы. Это долина с заповедным уголком природы. Именно благодаря своей холмистной местности, напоминающей европейский пейзаж, это место получило такое название. Гордостью долины стало озеро с минеральными родниковыми водами – Ародоновое озеро. Также на берегу стоит храм, который посещают ежегодно сотни паломников. Если вы отдыхаете в станице Голубицкой, то здесь есть еще одна местная достопримечательность – Грозевое озеро. Это уникальный памятник природы, представляющий собой водоем с соленой водой и минеральными залежами на дне. Слой ила на дне озера считается лечебным. Он полезен и богат бромом, и йодом и другими микроэлементами. Достоянием Темрюка является военная горка – музей военной техники под открытым небом. Он находится на вершине потухшего вулкана, а со смотровой площадки открывается красивый вид на Азовское море и лиманы. Знаменитый Рио под Кабардинкой давно стал местной достопримечательностью. Но мало кто слышал про точно такой же сухогруз, который сел на мель на Тамане. Это сухогруз Суров. Он уже стал местной достопримечательностью. Он находится на берегу Черного моря, недалеко от Веселовки. Сюда приезжают не только полазить по каютам, но и сделать фотографии на фоне заброшенной махины. Как же не сказать про Крымский мост? Посетить водную прогулку на катере к Крымскому мосту вам предложат у причала в станице Тамань. На Тамане люди жили издавна. Удобное географическое положение и плодородные земли Кубани привлекли на здешние земли греков. Они-то и основали здесь крупные античные города, такие как Германаса и Фанагория. Археологи ежегодно раскапывают улицы этих полисов. Узнать историю этих мест можно, взяв экскурсию на древние городища, где вам расскажут о том, как жили люди. Вы сможете прикоснуться к богатой истории Таманской земли. Учитывая то, что Темрюкский район практически окружен водой, мест, где можно порыбачить свое удовольствие и получить неплохой улов, здесь великое множество. Рыба ловится везде. В море, в реке, в лимане, в ереках, в чеках, на прудах. Как на лодках, так и с берега. На любой вкус. В районе Темрюка много баз с прудами для рыбной ловли. Но в последнее время на бесплатных местах количество рыбы очень снизилось. А вот в зарыбленных платных прудах рыбы много и весьма крупные. В море вы сможете поймать бычков, тарань, судака, кефаль, пеленгаса. В самой реке Кубань можно встретить карася, толстолобика, сузана, карпа, щуку, леща, окуня. На казачьем ереке ловят плотву, красноперку, чихонь и тарань. Напишите в комментариях, хотели бы вы порыбачить здесь. Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Любители литературы сразу поняли, что речь идет про повесть героя нашего времени Лермонтова. В одной из новелл, которой рассказывается про Тамань. Здесь, на берегу моря, находится дом музея Лермонтова. Вы сможете узнать, почему Лермонтов был сослан на Кавказ, кто стал прототипом героя знаменитой повести. А также узнаете интересные детали его путешествия. Для детей в районе есть дельфинарий, крокодиловая ферма, дом енота, парки аттракционов, экзотик-парк, дом бабочек, контактный парк, океанариум, аквапарк. Выбор развлечений огромен. Такие достопримечательности есть в станице Голубицкой и за родину. Подробную информацию о ценах на выходные билеты вы сможете найти в видео про развлечения. Ссылку я оставлю в описании к видео. А если вы уже были здесь, поделитесь впечатлениями, что вам и вашим детям понравилось, а что вы не советуете посещать. Ну что ж, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал и распространяйте это видео в своих социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!